прямо на набережной кто-то поставил палатку офигеть надо же так вообще нормально тут и не парится всем привет краткий обзор сочи и адлера сейчас я нахожусь в аэропорту на прямо напротив взлетные полосы вот кстати самолет который какой-то готовится на взлет вот сюда сейчас будет на меня взлетать я все еще в адлере на развязки на красную поляну и на сочи и вот здесь олимпийские кольца здесь на развязки есть вот америка азия там мил там и европа там вот еще дальше но и они этот не видно загорожено что-то я решил не ехать из-за для рассочи потому что очень долго ехать там чуть ли не там не полтора часа в одну сторону и это а у меня сегодня время сейчас пол одиннадцатого ну поезд у меня восемь часов вечера я все-таки так подумав более будет более наверное оптимально я сегодня возьму лучше самокат без лимит и покатаюсь по лучше по адлеру по олимпийским объектам а в сочи я потом еще раз приеду отдельно будет другой вид другой раз как нибудь а сегодня будем делать обзор по адлеру выходим на набережную напротив главного вокзала адлер на пандус вид на море прямо напротив вокзала а здесь напротив главный вокзал адлер прекрасный вид на море прямо выходишь из вокзала и сразу можно в море сходить искупаться а потом на поезд новый вокзал адлер конечно огромный по сравнению со старым который раньше был там просто очень маленький был сейчас прямо нормально такой очень большой стал огромные просторы здесь конечно народу так немного достаточно и вот для сравнения старый вокзал адлера вот здесь я помню прямо прямо вот уезжал когда-то в тринадцатом году по моему в тринадцатом кажется и здесь прямо был первый путь вот здесь где я иду сейчас по асфальту ну а тут уже вот другие платформы сделали закрытый конечно архитектурная достопримечательность теперь старый вокзал адлера и правее новый просто он не сравнительно огромные вообще очень большое получается по сравнению со старым сейчас поехал на замокате пока подальше чуть-чуть от центра там где-нибудь искупаюсь потом поедем наверно в олимпийский парк я думаю здесь прикольная такая лесенка красивая какой-то отель вот иду по шпалам чуть-чуть подальше от адлера но на окраина для кудепса искупался и сейчас через далеко до ехать через весь город на дали до олимпийского парка сейчас поедем на самокате но вот здесь море вдоль железной дороги сейчас я приехал на набережную адлера и сейчас вот немножко проедусь на самокате по набережной посмотрим какая набережная вне сезон сегодня 23 октября вот это вот мой самокат сейчас вот на нем будем ехать по набережной плюс 20 градусов 23 октября отлично можно купаться еще вода тоже что-то 20 градусов по маму до 20 но самокат у меня кстати тормознулся по набережной ехать нельзя по каким-то дебрям адлера еду непонятные улицы какие-то узкие фиг узнаете ну куда-то еду сторону олимпийского парка а Припарковала тут самокат на набережной, Мзымты. И вот как вот здесь летают самолеты низко над домами. Вот она идет на посадку. Да. Мы наконец-то подъезжаем в Олимпийскую деревню. Здесь очень такие интересные это. Огромные пустые поля. Просторы просто огромные. Пустые парковки. Вон сколько много пространства здесь. Движения практически нет. Дороги построены. Перед глазами у нас научно-технологический университет Сириус. Вот вдалеке виден стадион Фишт. Здесь въезд на огромную парковку. И она перегорожена плитами почему-то. А что бы и не открыто. Чтобы оно было открыто. Зачем перегораживать. Здесь вот следы есть. Кто-то сбоку заезжал по траве. Ну вот просто поле пустует. Почему ее нужно перекрывать-то? Чтоб не дрифтовали что ли или что? Немножко неправильную информацию дал по поводу этих перекрытых плит. Ну вот следующий отворот здесь открыто уже. Хотя ну нафига смысл. Зачем их там перекрывать, здесь открывать. Вот это вот уродливые плиты эти стоят. Нахрена они тут нужны? Сегодня соревнования по дрифту. Вчера здесь открыто было. А как на ту сторону перейти интересно я не пойму. В Олимпийской деревне нахожусь. Везде все перекрыто. Никуда невозможно пройти. Как вот к стадиону подойти? Ничего не... Везде какие-то заборы, заборы. Ну вот здесь вот стадион Фиш такой вот. Вход поближе. Сейчас проедем еще направо. Посмотрим что там. Вот здесь вот у нас стадион Шайба. Поближе чуть-чуть. Но всегда проблема подойти. Непонятно с какой стороны подходить. Везде все перегорожено как обычно. Конечно это очень мешает эти заборы ходить. Объехал вокруг. Здесь очень удобный ракурс. Сзади солнце хорошо освещает. Стадион. Но вот максимально близко как возможно подъехать. То есть как обычно здесь забор. Набережная в Олимпийском парке. Набережная такая, не купальная. Даже предупреждение написано купание запрещено. Но тут камни конечно. Тут просто погулять. Так здесь есть велосипедная дорожка. Так, ну еще надеюсь можно будет разогнаться. Пешком ходит по велосипедке. Охренеть просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот интересно, почему здесь стоит забор? Или не достроено, или потому что нельзя там заниматься турниками, я что-то не пойму. Нормально, там все хорошо сделано, но что-то перекрыто. По-моему, достроено до конца, просто закрыто. Скоро мне уже нужно двигаться в сторону дома, 5 часов вечера сейчас уже. Мне до поезда 3 часа осталось, вот олимпийский огонь с задней стороны. Самокат, кстати, за целый день стоит 500 рублей аренда, то есть дневной проездной. Главное условие, чтобы каждая отдельная поездка не превышала 40 минут. А так можно с одной на другой пересаживаться 24 часа, сутки действовать. Инструкция, как брать этот самокат. То есть сканируем QR-код, и вот у меня по минуту 40 минут бесплатно. То есть, ну, заплатил 500 рублей, которые все включали. Страховка, отключаем по умолчанию, она включена, либо 35 рублей будет за каждую поездку 35 рублей будет сниматься. Если вот эту кнопочку не нажать, страховка, здоровье, я убираю без страховки. Нажимаю старт, и все, поехали. Тесновато, да, здесь. Где он, где парень? Ой, что я? Очень краткий обзор капсульного хостела, где я живу в Адлере. Это вот такая вот терраса в хостеле. Терраса, конечно, прикольная. Здесь можно посидеть, шашлыки пожарить. Ну, вот такой вот здесь вид. Вот в такой капсуле я живу. Сейчас 8 утра, тихо говорю. Продолжение следует. выход на улицу из хостела машина не ставить спустим колеса какая надпись интересная и машина стоит наверно ихняя своя а может и нет каждый день я вот выхожу из хостела и вижу вот этот заброшенная volvo стоит это мусор все накидали в нее прямо внутрь написали почему-то honda чё за люди а как так все закидали мусором афигеть просто колеса сняли и и мое не успела к сожалению по-человечески нормально все снять дам я для рисочек чё тут приехал на три дня всего это конечно очень мало опять надо сюда как-нибудь приезжать еще раз чтобы по-нормальному все этот этот нормально побыть все по-нормальному снять и красную поляну и в сочи и ну адлер вроде и так тоже надо более подробно вот сижу вся суть до поезда у меня осталось минут 40 до отправления вокзал адлер задней стороны со стороны моря поддержку канала напишите какие-нибудь комментарии все всем пока а а